Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Руслан, и это снова YouTube-канал Fuseman. Я уже нахожусь в Калифорнии по политическому убежищу более 7 лет и 10 месяцев. Я стал лицензированным контрактором в штате Калифорния по номинациям HVAC, Электрика и General Contracting, General Building, то есть наша компания может строить дома. Также у меня есть лицензии в штатах Техас, в штате Флорида, и вскоре буду лицензиатом штата Гавайи. Мы будем получать лицензии в штатах Аризона, Невада, электрическую лицензию в штате Техас, Норф-Каролайна и Джорджия. И это только планы на 2024 год. Поэтому я хотел бы сказать вам в этом видео, поскольку у нас есть электрическая лицензия, и мы практически более 2,5 лет у нас в компании занимаемся электрикой, я бы в этом видео хотел бы раскрыть информацию, сколько же у нас электрики получали за 2023 год. Смотрим! Продолжение следует... Если посмотреть среднюю списочную численность наших электриков, в среднем у нас было за 2023 год порядка 7 электриков. Средняя заработная плата электриков составила 11 500 долларов примерно. Если мы смотрим информацию за 2022 год, средняя заработная плата электрика в 2022 году составляла порядка 10 000 долларов. 9 961 доллар. Соответственно, если сравнивать ее с 2023 годом, то заработная плата электрика увеличилась на 14%. Как мы видим, средняя ежегодная оплата труда электрика составила 139 000. Самый у нас мощный электрик получал заработную плату порядка 19 500 долларов. За год он получил 233 000. Самый лоу-перформер получал у нас заработную плату на порядка, наверное, 7 800 долларов ежемесячно. Но по какой-то причине он у нас покинул компанию. Ну, ничего страшного. Кто-то пришел у нас из новеньких, и они сразу начали у нас зарабатывать довольно-таки прилично. Как мы видим, здесь сумма в 14 000. С учетом того, что этот человек у нас работает только лишь 6 месяцев. Что я могу сказать, ребята? Работа электриков, она в принципе не отличается какой-то сложностью по сравнению с работой HVAC инсталлеров. Она требует больше, наверное, внимания и концентрации. Но, тем не менее, она тоже считается довольно-таки высокооплачиваемой, но требует, как я уже сказал, большего внимания, чем HVAC. Я, возможно, не прав. Напишите в комментариях. HVAC installation тоже очень высокооплачиваемая профессия здесь в США. Возможно, я не прав, кто-то скажет, поскольку в других штатах, если вы загуглите, какая заработная плата электрика, она может значительно отличаться от той информации, которую я сейчас вам предоставляю, поскольку я вещаю только лишь за свою компанию, рассказываю опыт своей компании и сколько мы здесь платим в Сан-Хосе. В других городах может эта сумма отличаться. Даже если вы, наверное, загуглите, какая заработная плата электрика в Сан-Хосе, возможно, вам доставится какая-то другая информация, либо, скорее всего, зарплата ниже. Но мы платим электрикам нашим в основном ProfitShare. Кто-то работает у нас на ставку. Наш опыт, он может отличаться от опыта работы в других компаниях. Я хочу на это именно конкретно обратить внимание. У нас есть такие позиции, как электришины-хелперы. Они получают заработную плату немного другую. Мы в последнее время концентрируемся на том, чтобы меньше платить ProfitShare, а просто платить заработную плату электрикам, потому что у нас бывают такие проекты, где нужно просто постоянно находиться, например, на протяжении двух-трех недель, а может быть даже месяцев. Вот такая вот информация. Вы можете поставить на паузу в видео и посмотреть внимательно эту таблицу, сколько вообще возможно зарабатывать в США, работая здесь электриком. Если вы заинтересованы в работе, у нас есть email hrsobakovuseservice.com, куда вы можете отправить резюме. Если вы опытный электрик в США и у вас хороший английский, в противном случае, скорее всего, мы вас не возьмем на работу. Либо же мы вас возьмем на работу только тогда, когда вы пройдете наш курс пятидневный. Fuse School Ready to Work. И только в том случае, если вы нам понравитесь в плане того, что вы покажете свой скилл сет таким образом, что вас можно будет взять на работу. А это минимум, необходимо, конечно же, знать английский язык. Потому что электрики постоянно общаются с клиентами, и им необходимо постоянно доносить, что не так. В HVAC-хелперах немного не так, поскольку при работе с HVAC-хелперами все проблемы решаются с помощью HVAC-инсталлера, то есть того человека, который уже был какое-то время хелпером и перешел в инсталлеры. С электришен-хелперами может быть, в принципе, та же самая ситуация, но я вам еще раз напомню, что необходимо сначала поработать хелпером, прежде чем перейти в полные электрики. И если вы будете квалифицированы уже ездить соло, либо с хелпером, то, соответственно, мы можем вас перевести. До этого, соответственно, возможно, вам не получится это осуществить. Welcome to United States. Работать электриками, если у вас есть английский и соответствующий опыт работы в США. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Вы обязательно поставили ему лайк и подписались на этот канал, поскольку здесь будет много подобной информации. И мы увидимся с вами в следующем видео, либо же здесь у нас в Калифорнии. Пока-пока.